Здравствуйте! В эфире наши новости в студии Юлия Диасамидзе. Сегодня в выпуске. Глава района Владимир Фомин встретился с представителями малого и среднего бизнеса. Богатство Югры в его народе. Под таким названием в комплексном центре социального обслуживания населения Альянс прошло мероприятие, посвященное очередной годовщине образования округа. Ими славится Березовский район. Портретный сюжет о тренере хоккейного клуба «Айсберг». Об этом и многом другом смотрите в нашем выпуске новостей. В администрации районного муниципалитета прошла встреча Владимира Фомина, главы Березовского района, с представителями малого и среднего бизнеса. В течение полутора часов присутствующие обсудили ряд вопросов. От подготовки к праздничным мероприятиям и до ценовой политики на продукты питания в районном центре. В этот раз на повестке совещания, а именно так можно назвать встречу главы Березовского района Владимира Фомина, с представителями малого и среднего бизнеса поселка, стоял ряд вопросов. И несмотря на то, что до новогодних праздников еще несколько недель, подготовка к праздничным мероприятиям и соблюдение безопасности в местах их проведения, это было, пожалуй, одной из главных тем встречи. В целях предупреждения правонарушений в эти дни начальник ОМВД России по Березовскому району Рафаэль Курамшин сказал следующее. Я попрошу вас незамедлительно информировать ОМВД России по Березовскому району, подходить напрямую в дежурную часть и сообщать ту информацию, которая вам стала известна, которая непосредственно происходит в вашем присутствии, с целью, чтобы мы могли пресечь и не допустить развития дальнейших событий, чтобы это было более тяжкие последствия. Это в первую очередь касается владельцев кафе, ресторанов, для того, чтобы вы отслеживали состояние порядка, скажем так, состояние отдыхающих, для того, чтобы мы вместе с вами могли пресечь и не допустить совершения противоправных просягательств. Тему поддержания правопорядка и соблюдения техники безопасности при проведении массовых праздничных мероприятий продолжил начальник отдела надзорной деятельности по Березовскому району, управление надзорной деятельностью и профилактической работе главного управления МЧС России по Югре Рамазан Дебиров. Понимаю, что не у всех воспринимателей будут задействованы объекты в новогодних мероприятиях, в праздниках, в прещениях Господнях, но тем не менее, еще раз пройдитесь по своим объектам, посмотрите, проанализируйте систему своей противопожарной защиты, какая она у вас, в каком состоянии она находится. Мне кажется, не лишним будет еще раз посмотреть, насколько ваш объект, ваше здание, которое является вашей собственностью, безопасно для приема граждан. В заключении, резюмируя выступление представителей правоохранительных органов, Владимир Фомин отметил, что ситуация в криминогенном плане стабильна и под контролем. Поддержание ее, именно на этом уровне, стабильности, комфортности, спокойствия находится в наших общих руках. Не только полиции, прокуратуры, других структур, муниципальной власти, а именно вашему отношению к тем людям, которые готовы нарушать закон Российской Федерации. И насколько вы будете этому активно противодействовать, то, о чем сказал Рафаэль Зуфарович, это очень важно. Не остались без внимания и такие вопросы, как проведение поселкового конкурса «Новогоднее настроение», ценообразование на продукты питания в районном центре. А вот что же касается открытия зимних дорог, то, по словам специалистов, их плановый ввод в эксплуатацию ожидается в 20-х числах декабря. Сергей Чупыра, Александр Елисеев, авторское телевидение «Березово». В конце 90-х годов, прошлого столетия, в Березове начинает развитие сеть учреждений социального обслуживания населения. Открывается центр и первое отделение дневного пребывания. Первыми посетителями были пенсионеры, бывшие работники районной больницы. Тогда основными занятиями в центре были художественная самодеятельность, прогулки на свежем воздухе и совместное чаепитие с домашней выпечкой. За прошедшие 19 лет изменилось многое у Альянса. Появились филиалы в поселке Игрим и Саранпаули, а спектр предлагаемых услуг заметно расширился. Подробности смотрите в сюжете. 8 часов утра. Время, когда в большей своей части жители поселка только приступают к завтраку. В социально-оздоровительном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов комплексного центра «Альянс» уже кипит работа. Светлана Герман, медсестра социально-медицинского сектора, ежедневно проводит предрейсовые осмотры водителей. Стоит сказать, Светлана Александровна работает в центре практически с момента его образования. Надежда Шиповалова тогда была директором Альянса. Именно она приняла на работу молодого специалиста. Я родилась и выросла в поселке Березово. Закончила среднюю образовательную школу. Затем я поступила в Ханты-Мансийское медицинское училище. Закончила его в 1997 году. И 3 марта 1997 года я пришла работать в учреждение социального обслуживания. Раньше это учреждение называлось Центр социального обслуживания. На сегодняшний день это комплексный центр социального обслуживания населения Альянс. С самого начала, когда она пришла, мне она сразу показалась, что серьезная девушка. Но потом, как на опыте подтвердилось, да, она очень серьезная. Серьезно к своим обязанностям относится. Тактичная очень, воспитанная. Светлана Герман изначально быстро зарекомендовала себя как ответственный работник. Поэтому не раз, по словам Надежды Петровны, она оставляла ее за себя на время отпуска. И была уверена, что все будет в порядке. И главное, что в коллективе пользуется всегда авторитетом, пользовалась. И у бабушек. Вот, всегда все продуманно у нее. Всегда все, если она что-то, лекцию какую-то проводит, всегда заранее все обдумает, обставит это дело. Нина Канева посещает Альянс на протяжении многих лет. Практически с момента его образования. Говорит, что часто обращалась за помощью к медработнику Альянса. Нередко в нерабочее время специалиста. Вы знаете, у нее, наверное, в крови такое. Вот она каждого выйдет. Вот сколько раз надо, вот сколько нас придет. К каждому выйдет, к каждому поздоровается. Каждый поприветствуется. Идем мы в столовую или куда-нибудь, она тоже к нам обязательно выйдет. И идем мы к ней за советом, она нам обязательно даст совет, обязательно подскажет, как, что. Светлана Александровна, она очень душевный, неравнодушный к чужим болям человек. И это очень помогает в социальной сфере. У нас вообще нет случайных людей. Все люди, которые попадают в социальную сферу, они обладают большим запасом душевного тепла, сердечности. И они готовы помочь своему ближнему в любое время суток. Измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, проведение оздоровительных мероприятий, консультирование по социально-медицинским вопросам. Это всего лишь небольшой перечень услуг, предоставляемых медицинской сестрой сегодня. Медицинский работник – это вообще человек, тем более в социальной сфере, это человек разносторонний. Он должен обладать не только своими профессиональными навыками, но и должен быть хорошим советчиком, он должен быть хорошим психологом, он должен знать возрастные особенности граждан, с которыми мы работаем. Мы должны иметь индивидуальный подход, мы должны разбираться в людях и уловить эту проблему, с которой он к нам обращается. То есть всяческая поддержка со всех сторон, не касаемо, допустим, тех процедур конкретных. То есть иногда и говорю, что лечение словом, оно наиболее важное, чем, допустим, какая-то медицинская манипуляция или процедура в нашей работе. Жизнь не стоит на месте. На протяжении порядка 20 лет комплексный центр РОС преображался, увеличивались не только площади, но и спектр услуг. Требования настоящего времени обязывают специалистов совершенствоваться в различных направлениях. Как заметили коллеги Светланы Герман, на протяжении всей ее трудовой деятельности в Альянсе она всегда повышала уровень своего профессионального мастерства. В ее портфолио хранятся благодарственные письма и почетные грамоты различного уровня, включая окружной. Светлана Александровна активно участвует в конкурсах по своей профессиональной деятельности. Она являлась победителем в 2015 году такого вот мероприятия, где участвовали все медицинские сотрудники нашего учреждения, из Грима, из Саранпауля, из Березова. И, конечно же, достойно представила свою авторскую работу. Она является также и разработчиком, и внедряет несколько программ, как раз по работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами. В 2016 году у нас была создана наша профсоюзная организация комплексного центра «Альянс», куда она вошла в состав актива. То есть наши сотрудники, оценив ее человеческие качества и профессиональные в том числе. Влечение к новому, верность традициям, активная в жизни должна быть позиция. Сердце тепло, душевность радушия. В нашей работе не место без души. В этих коротких строках заключается жизнь человека, человека с широкой душой. Именно от медицинской сестры зависит, как пройдут процедуры, насколько комфортно будет чувствовать себя пациент. Так что на практике это второй по значимости человек после врача. Юлия Диасамидзе, Александр Елисеев, авторское телевидение «Березова». Богатство Югры в его народе. Под таким названием в комплексном центре социального обслуживания населения «Альянс» прошло мероприятие, посвященное очередной годовщине образования Югры, на которое были приглашены старейшины из числа представителей малочисленных народов Севера. Уже стало традицией накануне Дня округа работниками комплексного центра «Альянс» поздравлять старейшин с этим праздником. После знакомства участников присутствующим показали слайд-шоу с природными красотами Березовского края. Кроме того, гостям была предложена викторина с вопросами о культуре, географии и истории Югры, а также музыкальная программа. ПЕСНЯ У каждого человека есть то место, куда стремится душа. Для нас это Югра, наша Родина. Богат наш край не только культурой и его народом, но и разнообразием национальных музыкальных инструментов. Например, такой, как тумран. Зоя Сидорова показала, как он звучит. Теплый и радушный прием работников «Альянса» понравился гостям, и они охотно поделились своими впечатлениями. Я думаю, что наша Югра – это замечательная земля, замечательный край. Все, не только я, но и все его любят, любят наши дети его. Поэтому наши дети родились и работают, и не хотят отсюда уезжать. Наш край просто прекрасный и замечательный. По завершению мероприятия всем участникам были вручены национальные сувениры. Маргарита Краснова, Владимир Чернышев, авторское телевидение «Березово». К другим темам. Клубу поэзии «На огонек», который был организован на базе Центральной района библиотеки в «Березово» уже пять лет. Его основатель – муза Хамитова. С большим энтузиазмом проводит поэтические вечера и рада каждому посетителю. Регулярно такие встречи посещают более 20 человек. Основной интерес – узнать о том или ином поэте, а также окунуться в прекрасный поэтический мир. Как выбираются темы для культурных вечеров в материале Юлии Макушиной. Ежемесячно члены клуба любителей поэзии «На огонек» проводят тематические вечера, на которые приглашают всех желающих. Поэтические гостиные клуба проводятся в читальном зале районной библиотеки. Материал к ним помогает собирать заведующая отделом обслуживания Татьяна Дьячкова. Кажется, что на этих встречах царит особенная атмосфера, понятная только посетителям клуба. Музыкально-поэтический вечер мы будем сопровождать стихами Бориса Пастернака, Александра Пушкина, Иосифа Уткина, Беллы Ахмадулиной. И, конечно, прозвучат песни, посвященные свече. И в который раз нас, убеждая в справедливости слов, не все еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Существует календарь поэзии. И Муза Павловна в конце каждого года, просматривая этот календарь, выбирает темы для встреч, которые близки не только ей, но и всем почитателям клуба. Если брать именно эту встречу, то она целиком была посвящена свече, которая дала возможность всем присутствующим поразмышлять над такими вопросами. Почему в наш век электрического света мы завороженно смотрим на играющий огонек свечи и до сих пор ее зажигаем для создания атмосферы камерности, тепла и уюта, устанавливая на видном месте в красивых подсвечниках? Наверное, потому что в нас говорит архаическая память человечества. Свет свечи завораживает, околдовывает и манит Всего-то, чтоб была свеча, свеча простая, восковая И старомодность вековая так станет в памяти свежа И поспешит твое перо к той грамоте витиеватой, Разумной и замысловатой И ляжет на душу добро. Библиотека – это место встречи не только с книгой, но и с единомышленниками. Гости и участники клуба приходят послушать ведущих, а порой и сами читают стихи как классику, так и собственного сочинения. Особой популярностью на «Огоньке» пользуются литературные дискуссии и беседы. А в планах у организаторов поэтических гостиных создать и небольшую театральную студию. Юлия Макушна, Владимир Чернышев, авторское телевидение «Березово». Продолжаем наш информационный выпуск. Несмотря на то, что до получения аттестатов о среднем образовании учеников 10-х классов еще чуть более полутора лет, многие из них уже сейчас начинают задумываться, чем будут заниматься после окончания школы. Возможно, экскурсия на АТВ «Березово» кому-нибудь из них поможет с выбором будущей профессии. Познакомиться с азами телевизионного мастерства, понять, как рождается репортаж, готовиться к эфиру программы и передачи – все это ученики средней школы смогли узнать, совершив экскурсию по студии авторского телевидения «Березово». Кроме того, школьники попробовали себя в роли ведущего и корреспондента. Мне очень понравился довольно полный рассказ руководителя местного телевидения. Нам рассказали об основных принципах работы всей этой системы, о тех, так сказать, внутренних органах, которые здесь есть, как это все функционирует, как взаимодействует. Также ученики получили ответы на многие интересующие их вопросы и познакомились с историей создания местного телевидения. Судя же по впечатлениям от экскурсии по АТВ «Березово», некоторые школьники заинтересовались работой на телевидении. Мне понравилось то, как я тут побывала, что я много чего интересного узнала. Само это, как все это создается, ремонтируется, и вообще, как это все происходит. Я хотела бы тут попробовать поработать. Мне понравилось само, как это все создается, и я думаю, да, мне может быть будущее чем-то с этим свяжется. Такие познавательные экскурсии для учеников старших классов проводятся и по другим предприятиям, учреждениям и организациям поселка. Цель – помочь будущим выпускникам определиться с профессией. Маргарита Краснова, Владимир Чернышев, авторское телевидение «Березово». 120 лет назад в Санкт-Петербурге состоялся первый киносеанс в России. Указом президента Российской Федерации 2016 год объявлен нашей стране годом российского кино, а в Югре еще и годом детства. Внимание к вопросам, связанным с развитием, образованием и защитой детей, остается актуальным, поэтому проведение мероприятий для детей является важным компонентом социальной политики в Березовском районе. В минувшие выходные в детской библиотеке состоялась церемония награждения участников районного конкурса детских рисунков «Ах, этот мир кино», который проводился в четырех номинациях – киноафиша, любимый персонаж или фильм и комиксы. «В сентябре 2016 года был объявлен конкурс рисунков «Ах, этот мир кино». Конкурс был районный. В конкурсе приняло участие 137 ребят. Возрастная категория ребят, участвовавших в этом конкурсе, от 3 до 14 лет. Конкурс был организован на базе нашей детской библиотеки, учредителем которого выступил комитет по культуре и кино администрации Березовского района. Первый раз у нас районная библиотека, детская районная библиотека, проводила такой конкурс, посвященный году кино Российской Федерации и году детства фантоматистскому автономному кубе и игре. Охват наших поселений был полностью со всего района. Все поселения приняли участие. 137 работ дети у нас прислали в нашу библиотеку. Кинематограф, как один из видов искусства, не перестает удивлять и восхищать своих поклонников новыми шедеврами кинопроката. А основной задачей организаторов этого конкурса стала популяризация отечественных фильмов, эстетическое воспитание и поддержка талантливых детей. Это творчество детей, дети как видят фильм. Мы смотрим по их работам те фильмы, которые они смотрят. То есть, вот я бы хотела сказать, что несколько было работ по Колобку, мультфильм про Колобка. То есть, не такие вот современные мультфильмы, которые мы сейчас видим. Для меня это было немножко такое откровение. Я ожидала более современные фильмы, потому что интернет у нас сейчас селее смотрятся. Фильмы и по дискам, и по телевизору. Но вот именно старые фильмы, старые мультфильмы, и про крокодилогены, и про красную шапочку, вот они, видимо, впечатлений для детей оставляют больше, чем современные мультфильмы. Вот такие выводы мы сделали комиссии. Рисунки могли быть выполнены на любом материале. Акварельная бумага, картон, холст. И исполнены в любой технике рисования. Акрил, гуашь, акварель, цветные карандаши, фломастеры, графика или пастель. Я пастель люблю рисовать. Мне это легко было нарисовать его. Это мой любимый мультик. Вот мне он понравился, и эта героиня мультика понравилась. Я и решила ее нарисовать. А какой мультик? Иван Царевич, Серый волк. Просто не ожидала, что у меня первое место будет, и на выставку повесит мой рисунок. Я рада. Мне очень нравится рисовать. И мне показалось, что это очень интересное занятие. Я нарисовала киноафишу. Мэри Поппинс «До свидания». Я выбрала именно это, потому что я люблю очень фильм «Мэри Поппинс». По мнению организаторов, определить победителей было непросто. Каждая работа по-своему уникальна. Лучшие рисунки будут размещены на выставке в Березовском центре «Культура и досуга Звездный». Кроме того, всем участникам конкурса вручили сертификаты и сладкие призы. Я пришел, это мероприятие, здесь выдавались всякие грамоты по поводу конкурса одного. Называется «Ах, этот мир кино» называется. Надо было нарисовать рисунок или киноафишу, или еще мультик там какой-нибудь, комикс. Я нарисовала, как у Гая Кеша стоит, там в мультике был такой баг, где он стоял, как этот, и вот так вот щетку сделал, как в телевизоре. Я получила сертификат и шоколадку. Как было отмечено, конкурс, благодаря которому его участники приобщаются к миру классических и современных отечественных фильмов, планируется сделать традиционным. Юлия Макушина, Владимир Чернышев, авторское телевидение «Березово». «Играем вместе». В «Березовской школе искусств» состоялся концерт в репертуаре фортепианной ансамбли. Исполнялись классические произведения русских и зарубежных композиторов. В паре с преподавателем выступали дети в возрасте от 6 до 16 лет. Для многих выход на сцену концертного зала школы был дебютным. Дети заметно волновались, но это не помешало им выступить успешно. Концерт «Играем вместе» посвящен Дню округа. К сожалению, трагедия, которая случилась 4 декабря, немножечко воспалила наши души. И дети, которые сегодня играли искренне и от души свою музыку, они ее посвящали таким же детям, которые погибли в страшной катастрофе. И к новостям спорта, а точнее о людях спорта. Березовский район славится не только богатой историей, уникальной природой, месторождениями, но и своими жителями. Люди съезжали сюда со всей страны, многие приезжали на время и оставались навсегда. И каждый при желании находил в себе применение. И возможность реализовать свой творческий и профессиональный потенциал. Одним из таких приезжих – гримчанин Сергей Лаптев. Его имя знакомо всем, кто хоть немного интересуется таким популярным видом спорта, как хоккей с шайбой. С представителем спортивной элиты поближе познакомился наш корреспондент Оксана Дятлова. Сергея Лаптева смело можно назвать представителем спортивной элиты Березовского района. Потому что на его счету немало личных побед, а самое главное, он помог возродить и вывести детский хоккей на высокий профессиональный уровень. Но обо всем по порядку. Родом я с Восточного Казахстана, город Ускивногорск. Начал заниматься хоккеем. Команда называется «Торпедово» в Каменогорск. В 6 лет меня родители отдали на хоккей. Это был, наверное, 86-й год примерно. И с тех пор начал заниматься хоккеем. Сначала играл в младшей команде, потом в юниорской, дорос до молодежной сборной. Рассказывает, что в то время много ездили по стране, но больше всего запомнился чемпионат России 97-го года, который проходил в Новосибирске. Чемпионат России был, ну как турнир проходил он. Там несколько команд были, как Новосибирск, Новокузнец, там Красноярск. Еще там с Барнаула команда была. Ну, команд 8, наверное, где-то было вот тогда. Как-то собрали всех. Это перед Новым годом было. Как раз уже конец 97-го года, начало 98-го года было. Это проходило все в Новосибирске. Наша команда заняла там первое место. Вот такой, не знаю, ну, сам почему-то мне вот как бы впало в душу, наверное. Потом было еще немало ярких побед. Разряд кандидата в мастера спорта, а затем было присвоено звание мастер спорта Республики Казахстан. В начале 2000-х Сергей оказался на Березовской земле, приехал в гости к игримским родственникам, да так и остался. Сначала просто занимался с ребятами на открытом хоккейном корте, помогал в организации соревнований. Потом занялся тренерской работой всерьез. Я как бы первый раз пришел, как бы, не знаю, сразу понравился. Видно, был хороший человек. Вот, ну, вот, потом познакомились получше, как бы, все хорошо все стало. Ну, он, как бы, поставил на коньки меня, как бы, всему научил, там. Все благодаря ему. Ну, он добрый, хорошо тренирует очень. Я ему благодарен, что он научил меня хорошо играть в хоккей и так далее. Хороший тренер. Благодаря ему мы встали на коньки и стали кататься. Игра, ему мы выигрывали соревнования. Ну, строгий, но справедливый. Дает очень много советов на льду, да, и в жизни. Сейчас Игримский хоккейный клуб «Айсберг» известен далеко за пределами Березовского района. На его счету много престижных побед на окружных и всероссийских турнирах. Сейчас вовсю идет подготовка к чемпионату округа, который состоится скоро в Сурмуте. Потом запланировано много выездных турниров, в том числе участие в престижных соревнованиях «Золотая шайба». Пожалуй, у каждого тренера есть свои методы, свой почерк и свои тренерские секреты. У Сергея Лаптева главный секрет – это постоянное развитие и совершенствование собственного мастерства. Когда вот к себе еду в отпуск, например, со своим тренером общаюсь, у меня друзья сейчас тоже все. Ну, вообще все тренера, кто хоккей уже закончил, кто еще играет, общаюсь с ними, смотрю тренировки их, что-то новое для себя подчеркиваю. А так, главное, чтобы у ребят было желание сюда идти, стремиться к лучшему, чтобы все получилось у них потом, в будущем. Не обязательно, может, кто-то будет мастер спорта по хоккею, великий хоккеист, но главное, чтобы человек получился хороший из них. Вот наша задача такая, наверное. Оксана Дятлова, Дмитрий Нитин, авторское телевидение Березова, Игрим. Это все, о чем мы вам хотели сегодня рассказать. Если вы что-то пропустили, в любое время все наши программы теперь можно посмотреть и в социальных сетях. Группа АТВ и Березова всегда ВКонтакте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА